Для чего люди делают бизнес? Казалось бы, ответ простой, ради денег, но не спешите с этим ответом. Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Дело в том, что я предприниматель с 30-летним стажем, и я уже не мыслю себя без бизнеса, и я постоянно общаюсь, ну, грубо говоря, с себе подобными, и поэтому я могу точно сказать, что люди делают бизнес не только ради денег, и не столько ради денег, чаще всего, самые главные причины, где-то в другом кроются, ну, обычно они перемешиваются и так далее. Итак, для чего люди делают бизнес? Смотрите, есть люди, которым просто нравится делать бизнес, они создают бизнес-модель, они рассчитывают этот бизнес, они, значит, делают, чтобы все работало, им нравится, чтобы все работало, чтобы все крутилось, и они стоят во главе этого, они все это организовали, таких людей огромное количество. Ну, мне тоже нравится, то есть у меня, например, это тоже работает, такой вот мотив, мотивация, что я хочу сделать бизнес, который будет работать, причем будет работать без меня, мне нравится бизнес-идея, я постоянно интересуюсь чем-то новым, и я постоянно интересуюсь чем-то новым, новыми бизнес-идеями, нахожу их, вообще бывают совершенно оригинальные, мне просто, я обалдею от этих новых бизнес-идей, бизнес-схем, и как можно это построить, стыковать, чтобы все крутилось, мне вот это очень важно и интересно. Есть еще одна мотивация очень интересная, например, люди работают на предприятии, на начальника, грубо говоря, от и до наемниками, и, блин, они смотрят, вот начальник что-то требует, начальник это требует, начальник, то он такой неудобный, и он все требует, и что-то он требует не то, потому что, ну, видят, что вот это не так надо сделать, вот это не так, вот это не так надо сделать, я бы сделал по-другому, и они задумываются, ну, а почему бы не сделать, и начальник им буквально говорит, ты хочешь по-другому, пожалуйста, иди открывай бизнес, и есть такие люди, которые открывают бизнес, у меня таких людей тоже было, так сказать, ну, были такие люди, то есть они смотрят, как я работаю, они говорят, ты неправильно работаешь, ты не то делаешь, ты не то делаешь, вот, открывают свой бизнес, некоторые работают до сих пор, успешно вполне а некоторые пролетают моментально ну то есть ты мало платишь сотрудникам мало мы будем платить больше но ну вот все это проходили теперь значит еще очень многие люди открывают бизнес ради того чтобы быть независимыми ради свободы это свобода над тобой нет начальника понимаете вот у меня тоже это одна из главных причин у меня я никогда не хочу чтобы на сказать мной кто-то командовал я не терплю этого то есть меня когда заставляет иди туда иди сюда да пошел ты нафиг вот меня невозможно просто заставить что-то делать уже вот поэтому я делаю всегда чтобы стараюсь чтобы надо мной не было начальника я от этого балдею вот и и я создавал бизнес свой значит полиграфию значит там я обалдел от того что надо мной никого нет так хорошо все классно вот я работал полиграфе там все-то 20 с лишним лет пока просто вот я говорю сердце не выдержала потому что но как бы я абсолютно свободен но в конце концов я понял что нифига я не свободен что я все равно работаю на дядю то есть на аренду на какую-то еще на что-то сказать нам на зарплату сотрудникам вот и однажды я вдруг понял что на самом деле я не получил обещанной свободы то так вожделенной потому что получилось так что не я имею бизнес а бизнес имеет меня просто по полной и я думаю блин что то здесь не так поэтому значит надо делать бизнес который но я сама начала старался бизнес который будет приносить пассивный доход но я расставил людей все хорошо сказать было там все работало но потом условия изменились повысили аренду тут сказать тут зарплату пришлось повышать и соответственно нам налоги повысили и при изменившихся условиях моя бизнес-модель уже переставала работать но я подстраивался как-то потом сказал что нафиг закрыл производство сейчас у меня именно такой бизнес он работает без меня еще один мотив очень часто бывает я не знаю жажда власти два жажда власти жажда статуса жажда вот какого-то вот такого вот блин я директор он значит такой весь из себя значит на мерседесе к таким людям заходишь и у них такой шикарный блин директорский кабинет шикарный стол там письменные какие-то принадлежности из красного дерева такое кресло директорская как надо но видно что человек любит власть любит командовать людьми любит ну вот 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 все вот это вот весь антураж обычно это люди у которых пониженная самооценка и они пытаются оторваться на других на своих сотрудниках они хотят вот вот этим всем вот придать себе веса понтами вот этими есть такие люди и полно их и они вот еще отскать бывают ну совсем крайности там унижать людей любят значит там гнобить людей и так далее ну потому что эти люди чувствуют себя регулярно униженными и они любят унижать тех кто ниже их потому что сами унижаются перед теми кто выше их есть такие люди и таких полно у меня примеров на памяти есть такой еще на вариант творческие люди творческие люди они просто обожают что-то создавать своими руками что-то свое делать и они вообще вот говорят я хочу сделать вот это вот это вот это очень красиво что-то вот там руками там ну типа художники какие-то дизайнеры что-то вот как будто вырезать что-то поделку какую-то и они хотят чтобы это приносило доход естественно и они это продают свои изделия и они открывают такой бизнес им это нравится там какие-то глиняные горшки какие-то такие вот творческие и так далее здесь в чем минус они люди занимаются своим делом и это приносит им какие-то деньги но как правило они же работают не ради денег а ради удовольствия поэтому если их попросить там сделать скидку там и так далее они скорее с радостью сделают там могут и бесплатно отдать все прочее но они занимаются с удовольствием вот им еще один момент смотрите что такое бизнес бизнес когда мы создаем что-то нечто то есть вот мне тоже нравится значит создаешь нечто что нужно людям что полезно людям что принесет людям пользу чего хотят люди то есть это вот что то вот такое что вот люди хотят и они такие люди любят помогать другим я тоже самое есть такая мотивация и я когда вот занимался полиграфии понимаете и ну там там прибыль была хорошая ничего не могу сказать вот и схема все все хорошее было но когда мне вот звонят заказчик блин когда вы привезете таскать там а у меня там то бумаги не хватало то или еще что на какие-то проблемы бывают вот они ругаются а я такой вы знаете мне даже приятно потому что я понимаю что моя продукция нужна людям то есть я создаю какой-то ценный продукт который людям просто вот по зарез необходим и они говорят давай бегом завтра искать везде срочно значит у нас тут все простаивает и они такие же производственники как и я и мне приятно с такими людьми общаться я не хорю что я над ними издеваюсь но просто ну вот такая ситуация говорю ну вот так и так то есть я всегда прямо говорю что ну какие то проблемы и на последнем месте я поставил бы бизнес ради денег есть такие люди которые делают бизнес исключительно ради денег и как правило это люди с которыми ну очень не стоит иметь дело я вам скажу потому что бизнес если построен только ради наживы ради денег то эти люди как правило готовы на все ради денег на все буквально то есть они там мать родную продать значит там все что угодно как правило такие люди готовы на преступления на какие-то такие нехорошие вещи и с такими людьми не надо иметь дело и если вы хотите начать бизнес исключительно ради денег не делайте этого и советую вы окажетесь в тюрьме вот на самом деле все должно быть сбалансировано то есть смотрите чтобы делать бизнес я вот вот точно могу сказать самый хороший вариант это когда человек делает любимое дело какой-то любимый продукт какой-то любимую вот занимается тем что дает людям то что ему нравится самому понимаете вот делает то что ему нравится самому при этом он разработал такую бизнес схему которая приносит доход при этом который смог обучить людей которые могут исполнять все вот эти вот операции он просто контролируют качество там процесса и так далее и и этот бизнес приносит деньги безусловно он должен приносить деньги и он должен быть способен масштабироваться и уж точно ну как бы вот жажда власти но это вообще ни о чем потому что многие люди начинают бизнес того что вот которые жаждут власти там директорский кабинет сразу значит мебель офисная сказать там вот вывеска красиво mercedes купить ну в общем сказать бизнес на этом закончен как правило очень часто вот ну если ради денег я говорю что люди очень часто слетают там на мошенничество всякие на кражи и так далее здесь тоже это очень очень плохо то есть все должно быть сбалансировано и если вы хотите начать бизнес то подумайте если у вас вот эти другие мотивации и никакая из них вот вот на первом месте такая выпуклая очень часто бывает что вот одна из этих вот мотиваций то есть нравится создавать бизнес схему например ну то есть одна из этих мотиваций просто выпирает так выпукло нравится создавать бизнес схему но самый яркий представитель такой это ричард брэнсон но это америка извините сказать это вот так но я встречал одного одного такого человека у человека вообще все есть вы понимаете то есть вот и он говорит слушайте а я хочу у меня мечта я хочу построить завод и значит там обеспечивать 30 процентов потребностей россии вот в таком-то строительном материале все то есть вот человеку не имеется человек бреху приезжает собирает своих друзей потому что денег у него не хватает у него всего 150 миллионов долларов ну где-то так вот ну там больше ста точно вот он говорит слушайте а нужно 250 давайте соберемся значит вот они собираются делают завод и я был на этом заводе вот такой завод вообще ребят ну что человеку не хватает есть деньги колозы влезает в долги там сказать не нравится проблема вот кабинетик у него так себе вот 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 такое дело у ричарда брэнсона вообще сказать по моему нет кабинетика зато 270 там по моему 6 компаний которые он основал вы понимаете вот вот так вот то есть людям нравится сам процесс создания бизнеса но огромное число конечно творческих людей которые там вот эти вот какие-то мастерские какие-то художественные и так далее это это понятно там фотографы это все понятно это творческие люди им нравится сам процесс но бизнес они тоже как правило организовывают у меня есть тоже такие знакомые вот ну есть люди которые тоже сказать ну ими схема бизнеса нравится строить и все искать расставлять людей вот но при этом жажда власти на первом месте и там буквально любят унижать людей то есть у меня был такой знакомый там ну как правило таких там секретарь к должна быть и так далее вот ну буквально принуждал всех сотрудниц к сексу понимаете по всему надо вообще не согласна вот так ну вот и что такое ну вот это вообще ну ни в какие ворота не лезет вот вот такие мотивации подумайте пожалуйста какие мотивации у вас или у вашего начальника когда вы смотрите за ним какие мотивации у вас и думаете 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 если вы хотите обрести свободу делайте так чтобы вы обрели свободу иначе вы будете рабом своего бизнеса у меня всего по чуть-чуть я люблю творчеством заниматься я люблю что-то делать я люблю Я люблю производить что-то полезное для людей, я люблю дарить это людям, я люблю, конечно, строить бизнес-схемы, которые приносят доход, и не зря у меня в шапке канала написано, что ставь своей целью делать помощь людям, и ты никогда не будешь обделен. Это не зря, да, выше денег там написано, это не зря, это именно то, что соответствует моим целям, и поэтому я делаю такие бизнесы, я смотрю, что работает, что не работает. Прямо сейчас я занимаюсь организацией, ну, просто бизнеса на партнерке, потому что я хочу, чтобы и этот бизнес начал тоже приносить пассивный доход, и в принципе получается, ну, не получится, не получится, в принципе у меня и так уже достаточно пассивного дохода. Ну, а если вы хотите начать зарабатывать, и я утверждаю, что для того, чтобы сделать бизнес, не надо денег, можно, я всегда делал бизнес без начального капитала, в общем сказать, кредиты мне, как правило, не давали, если давали, то это было ужасно на самом деле, вот. Но я всегда считал, что бизнес надо делать без начального капитала, ну, заработали деньги, вложили, заработали, вложили, и так постепенно, да, это медленно, но упорно, и постепенно отстраивается схема бизнеса, постепенно он растет, расширяется, и постепенно, постепенно он становится достаточно большим. Таким образом, у меня уже полиграфия стала буквально, ну, практически пассивным доходом, стал бизнес, инвестиции приносит пассивный доход, пока еще не очень большой, YouTube канал стал приносить доход, и сейчас я обучаю людей, как делать так, чтобы зарабатывать без начального капитала. Таких схем очень-очень много, об этих схемах я рассказываю, ну, а если вы хотите тоже узнать, тоже присоединиться к этому, вон, там будет ссылочка, как начать зарабатывать без инвестиций, без вложений, нажимайте, приходите, познакомимся, я расскажу, какая схема прекрасная у меня есть, там вообще космос, ребята. Ну, а на сегодня все, лайк, подписка, и до встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok